Четыре вопроса. Первое, мы должны изучать, учиться. Мы не можем совершать деяния или заниматься призывом без знания. Сначала мы должны изучить. Если мы изучим, получим знания, значит обязательно должны действовать в соответствии с этим, совершать деяния. Чтобы деяние было вместе со знанием. Если мы изучим и будем совершать деяния, то мы обязательно должны призывать к тому, что мы изучили и в соответствии с чем совершали деяния. И должны проявлять терпение. В отношении изучения, получения знания. В отношении деяния. И в отношении призыва. Если мы все это совершим в этом мире, то с дозволением Аллаха сможем ответить на вопросы могилы. Доказательство на эти четыре вопроса. Это Сура Аль-Аср. Всевышний Аллах поклялся, что все люди, они в убытке, что они не получат прибыль. Аллах сделал исключение из этого круга потерпевших убыток. Тех людей, которые совершат то, что сказано в этих четырех вопросах. Ученые разделяют терпение на три части, на три вида. Первое, это терпение в отношении покорности Аллаху, Субханава Тааля, богоугодных деяний. Мы должны проявлять терпение в отношении изучения знаний. В отношении совершения намаза, поста. Второй вид терпения, это терпение в отношении оставления того, что запретил Аллах, в отношении оставления грехов. Мы должны отдаляться от ширка, от многобожия, от запрещенных вещей, от нововведений. А третий вид терпения, это терпение в отношении того, что предопределил нам Всевышний Аллах. Продолжение следует...